Девушки отдыхают Я работал в марте этого года на конкурсе «Колыберь России», а последнее награждение состоялось в июне. Я занял лауреатство в всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Большая часть призовых трофеев за игру на ксилофоне. Это первый инструмент, на котором Никита научился играть. Ксилофон – это фортепиано, по которому нажимают, а объют палками. То есть тут также есть черные и белые, только они все черные. Ксилофон имеет три с половиной октавы и разные палки на разный оттенок. Никита – мультиинструменталист. В его арсенале ксилофон, вибрафон, маримба, ударная установка, глюкофон и фортепиано. И он не прочь освоить еще несколько. Репетировать приходится много и почти каждый день, даже летом. Но Никита понимает, без упорного труда ничего не добиться. Свою дальнейшую судьбу он думает связать с эстрадными ударными инструментами. Из самых ближайших глобальных целей – это поступить в Министерское училище в Москве, потом перейти в академию и получить заграничное образование. Из конкретики, я думаю, Бёркли. У нас не особо продвигается образование на эстрадных ударных инструментах. У Никиты музыкальная семья. Папа играет на гитаре и кларнете. Мама на фортепиано – старший брат на бас-гитаре. Конкурсной и концертной деятельностью сына занимается мама Елена. Для этого ей пришлось даже уйти с работы. Но она не жалеет талант сына, говорит, заметили еще в раннем детстве. Его преподаватель заметил, он написал в его характеристике, что очень быстро запоминает весь музыкальный материал. Эта особенность дает ему, конечно, больше времени заниматься своими любимыми занятиями. Он занимается на ударке. Если он садится, даже немножечко позанимался, что ему нужно, дальше он просто включает музыку и импровизирует, как хочет. Нашему герою нравится играть джаз, джаз, рок и фьюжн. Недавно в составе музыкальной группы отца он принял участие в конкурсе «Триумф джаза» в качестве ударника. К выступлению тщательно готовились. Сейчас Никита в ожидании очередного конкурса. На нем он выступит сразу в трех номинациях. Сыграет на виброфоне, ксилофоне и ударной установке. И видя, с каким упорством он достигает поставленных целей, можно с уверенностью сказать, у него все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.